Его поддерживали тысячи незнакомых людей в интернете. Простой водитель из Барнаула стал известен на всю страну. К сожалению, не при самых приятных обстоятельствах. Летом прошлого года Евгений Амелечкин увидел, как приставы окружили его соседку и пытаются забрать машину. Барнаулец пытался выяснить, что происходит, но любопытство и неравнодушие закончились для него уголовным делом. Один из приставов утверждает, что Амелечкин оскорбил его. Мужчина в форме даже долгое время переживал из-за случившегося. Испытав нравственные страдания, пристав Алексей Гончаров обратился в суд, чтобы привлечь к ответственности своего обидчика. Подсудимый свою вину не признал. По его словам, это уголовное дело месть за вмешательство и неравнодушие. Что ж, позади несколько судебных заседаний и, наконец, приговор. Руководствуясь статьей 303-309 по КРФ, суд приговорил признать Амелечкина Евгения Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 по КРФ. В казну Евгений заплатит штраф в 5000 рублей. Здесь ему еще повезло. Также придется оплатить труд адвоката еще 5000 и 10 тысяч рублей за моральный ущерб оскорбленному приставу. Евгений готов идти до конца, ведь с его слов в тот день пристав угрожал ему статьей и ударил по руке, выбивая сигарету. Ну, слава богу, не посадили, статья не предусматривает. Но то, что уже показания давали в тегу свидетелей, там гражданских, ториц не было, все заинтересованные лица. Ну, постараюсь вместе с Петровой обжаловать эти действия дальше. Почему они не были наказаны за свои противоправные действия? Отметим, что одинокая женщина, у которой приставы приехали забрать машину, закрывала долг умершей мамы. Просрочек не было. Оставалось выплатить 60 тысяч рублей. При том, что приставы вдруг решили изъять автомобиль, рыночная стоимость которого примерно 800 тысяч рублей. В тот день машину отстоять удалось. У Евгения теперь есть две недели, чтобы обжаловать приговор. В управлении нам не предоставили комментарий, хотя позиция ведомства нам по-прежнему интересна. А в конце хотелось бы добавить. Будьте деликатны в общении с судебными приставами, ведь даже под формой и погонами может скрываться тонкая душевная организация. Человек, которого очень легко ранить и оскорбить случайным словом. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.